Друзья, всем здорова, с вами проект Фермлайв, я Сергей Шихайлов. Мне помогают новогоднее настроение, позитивная энергия, си-си-сяо, две ёлки и I am your дед мороз... Почему вы и нет? И сегодня мы поговорим про чехлы для iPhone XR. Я примерно, я не знаю, две недели назад или сколько, выпустил порядка двух или трёх видосов про это устройство. Собственно, примерно столько я им и пользуюсь. И что я хотел сказать? Я в каждом видео спрашивал, ребята, хотите ли вы какую-то подборочку по чехлам для этого смартфона? Вы всё время отвечали, да-да-да, очень сильно хотим. Собственно, принимайте. Данное видео, учитывая то, что это, по-моему, третий или четвёртый дубль попытка его снять, потому что каждый раз, ну, очень длинная получается. Я понимаю, что его надо смотреть под чаёк, печеньку и так далее. Поэтому можете поставить на паузу, заварить себе чаюльку, налить её себе в чешульку и погнали. Собственно, для начала трустори. Серёжа купил себе для XR вот такой вот чехол. Он не совсем оригинальный, а точнее совсем не оригинальный. И я это понимал, покупая его. И меня это не смущало, потому что я не хочу отдавать там полторы тысячи баксов за чехол. По-моему, это очень жирно. Он мне относительно дёшево обошёлся. Я смело его купил, понимая, что это палёнка. Но я-то думал, я не знаю, ну там качество этого силикона или полиуретана, или как её правильно назвать, может не самое лучшее. Может, оно там слоится где-то начнёт. Но! Беда пришла оттуда, откуда её никто не ждал. Вот я одел чехол на смартфон, я навёл резкость. Я даже ещё раз попробую это сделать. И вы видите, что вот в этом месте чехлу очень плохо. Он его аж плющит. И с этой стороны тоже не всё очень хорошо. Причиной тому является то, что хитрые умные китайцы купили себе XR, ну или купили как минимум его макет, сняли все нужные им замеры. И давай же отливать чехлы. И потом их посетила на самом-то деле не такая уж плохая мысль. Они решили наклеить на внутреннюю часть чехла микрофибру. И в связи с этим ёмкость, вместительность чехла стала меньше. Но телефон от этого меньше не стал. И в итоге он как бы оттопыривается. Это очень плохо. Потому что между спинкой смартфона и чехлом образуется щель. И туда забивается пылюка. В итоге, конечно же, смартфон будет царапаться. Это неизбежно. И это будет так. Серёжа это всё понял, осмыслил, заплакал. Открыл себе бутылку. Почему бы и нет? Как Кока-Кол. Вот, налил себе стаканюру, хряпнул. И тут он вспомнил, что у нас же есть друзья. Извуки.com.ua Ссылочка на наших товарищей будет ждать вас в описании данного ролика на YouTube. И я с ними связался. Или Дима, я не помню. В общем, кто-то из нас. И задвинули идею. А давайте мы у вас с каталога выберем самые интересные, по нашему мнению, чехлы. У него будет видео по 10s. Вот вам анонс. А я, собственно, подготовлю видос под 10r. И вот, собственно, вы это видео смотрите. Я надеюсь, чаёк вкусный. Печенюшка тоже. Поэтому поехали. Начнём с чехла, который называется iMac. Вот таким макаром. Если точнее, iMac Airbag Max Case. Во. Выглядит таким образом. Есть резкость. И пока вы пишите. Серёжа, что это за гамно? Я сделаю вот так. Сейчас. Есть. Нет. Камера не определилась. Хорошо. На нижнюю часть. Теперь точно есть. И вы видите, что у нас такая вся очень даже цепкая, интересная поверхность. Здесь нанесено интересное покрытие, которое делает этот чехол очень сильно цепким. Плюс он тонюсенький. И он, кстати, ещё и очень даже недорогой. Он стоит всего 7 баксов. Конечно, за 7 баксов на Алиэкспрессе можно выбрать. Ух, сколько, но тут прям вы по месту пришли и купили. Блин, в Украине у них доставка есть. Зачем ждать 100 лет? Кстати, всем тем, кто не из Украины и смотрит это видео, реально запоминайте название и ищите в своих локальных магазах или на том же Алиэкспрессе. Но напоминаю, что на Vuki.com.ua ссылка в описании. Чехол этот я использую примерно 3 дня. Я им доволен безгранично. Он не увеличивает размеры смартфона. Это проблема с моей точки зрения XR. Он очень большой. То есть XR остался компактным. Он стал ухватистым. И в принципе, в этом чехле труба не выглядит как-то ущербно. Мне реально очень даже нравится. И плюс он, блин, вот этот эффект OnePlus One, когда трубка цепкая, это неимоверно приятно. Следующий чехол. Точнее, нет, не следующий. Я тут вспомнил важную вещь, которую я хотел сказать. В комплекте с вот этим чехольчиком у нас вот в этой вот самой коробочке поставляется также пленка на экран. Это, несомненно, хорошо. Следующий чехол, о котором мы поговорим, называется Milken Texture Hybrid Case. И стоит примерно 11 баксов. Выглядит это таким макаром. Его отличительной особенностью является то, что на тыльную сторону, вот как мы видим, у нас основа тут пластик, мягенький, но пластик. Ребра уже совсем мягенькие. Это условно силикон назовем, почему бы и нет. Так вот, на тыльную сторону у нас наклеена ткань. Выглядит это на самом-то деле очень и очень интересно. 10R в этом чехле, как по мне, выглядит по-богатому. Как бы странно это для кого-то не звучало. Это же самые бичевые айфоны из новых. Но, тем не менее, устройство выглядит вот так. И мне, вы знаете, если честно, очень даже нравится. Я на картинках его рассматривал на сайте VUKE. И думал, блин, ну как-то так, блин, красиво не может так быть. Реально, очень симпатичный, приятный чехол. Кстати, тут из отличительных особенностей то, что у нас еще и создается небольшой ободок над камерой. То есть, она царапаться не будет. И чехол, вот, пожалуйста, устройство уверенно лежит на столе. Хотя, нет, вот тут чуть-чуть все-таки прыгает. Но, в целом, очень и очень даже непогано. Естественно, во всех чехлах из данного видео, когда вы одеваете этот чехол на корпус смартфона, создается малепусенькая бровка над уровнем экрана. И вы можете в этих чехлах спокойно класть смартфон дисплеем вниз, не боясь его поцарапать. Следующий чехол у нас уже от известного бренда. Вот, видите, вот фирменное внутреннее оформление такое. Вот, которое вам должно всем ценителям бренда сказать о том, что это Spigen. А если точнее, то это у нас Liquid Air для iPhone XR. Стоит он уже немало 18 баксов. Выглядит эта штука вот таким макаром. И как и чехольчик от iMac, данный чехол был приобретен по тому, что он явно повышает ухватистость устройства. У нас на тыльной стороне имеется текстура. Вот, чехольчик сам мягенький. Но сам по себе он более массивный. Тут более такие упругие, толстые стенки. И, как бы, доверие он вызывает больше, чем Nielkin и iMac. Потому что устройство в нем более защищенное. Но это не предел мечтаний. У нас еще чехлы тут остались. Что еще я хотел сказать. В руке, в нем смартфон ощущается очень даже приятно. Более цепко, более ухватисто. Стенки, как я сказал, более толстые. Помимо того, из интересного я отмечу кнопки. Как вы видите, это не простые дубликаторы. Непростые. Вот, кнопочки нажимаются очень легко. Не туго, абсолютно. Ну и это, как бы, проверенный временем бренд. Могу ошибаться, но, по-моему, американский. И тут прям все, как с иголочки. Он сидит на смартфоне просто идеально. И защищает от падений. Это очень круто. Чуть более прокачанная версия этого самого Liquid Air. Называется Neo Hybrid. И он уже стоит не 18 баксов, а на десятку дороже. 27. Его интересной особенностью является то, что у нас тут тоже спинка из такого же мягкого материала. Тоже у нас имеется, есть текстура, которая будет повышать ухватистость. Но, помимо того, как мы видим, у нас ребра армированы поликарбонатом. А это значит, что в данном чехле смартфончик, если у вас, не дай бог, упадет, то он не просто самортизирует. У него еще и более высокая крепкость, скажем так. То есть тут у нас вся надежда на этот самый полиуретан или резину, называйте как хотите. А тут это дополнено еще и крепкими мощными стенками. Это, несомненно, хорошо. Но данный чехол не дешевый. Напоминаю еще раз, 27 долларов. Следующий чехол у нас от компании NXE. И он достаточно доступный. Стоит он 11 баксов. И в данную подборку он попал для любителей... Господи! Для любителей чехлов из кожи, якобы кожи и материалов, которые могут ей подражать. В нем, в этом чехле смартфон выглядит таким вот образом. Как мы видим, есть определенное сходство с решением от Spigen, да, в дизайне. Значит, собственно, вот это вот у нас кожзам. Основа у нас мягенькая. Но, в принципе, в этом чехле смартфон выглядит достаточно интересно. Если вы парень, который там носит резиновые, я хотел сказать, кожаные штаны, кожаный ремень, кожаную обувь, кожаную куртку и так далее. Я думаю, кожаный чехол для вас просто то, что доктор прописал. И компания NXE решит ваши жизненные потребности всего-то за 11 баксов. Следующий чехол у нас от компании Ipaki. Стоит он, называется он тоже гибрид, кстати, как и Spigen. И также предлагает нам несколько интересных особенностей. Во-первых, как вы видите, вот в Spigen фирменное оформление внутренней стороны. В Ipaki тоже решили сделать что-то крайне похожее. И в то же время, это мой пот от пальцев, не обращайте никакого внимания. Как мы видим, у нас похожий подход реализован, как и в Spigen. У нас мягкая основа армирована поликарбонатом. Но, еще раз, Spigen стоил 27 баксов. Super Pupier Ipaki стоит 7. Подход условно тот же. Ну и, как бы, венец этого видео, это чехол от компании UAG. А если быть более точным, то это у нас все расшифровывается как Urban Armor Jir Pathfinder для iPhone XR. И стоит этот чехол на секундочку 28 баксов. Это очень дешевое удовольствие. Но, как бы, возможно, для кого-то тут есть за что платить. В нем смартфон выглядит от ОКО. Да, то есть, это кирпич и с тыльной стороны, и с фронтальной. У нас есть не просто бровка маленькая над экраном. У нас есть тут просто, я не знаю, высотка над экраном. То есть, класть дисплеем вниз можно вообще спокойно, точить не поцарапаешь. И, естественно, данные чехлы создаются для тех людей, которые, например, любят ходить в походы. И если вот в таком вот аксессуаре ваш айфончик упадет, то, скорее всего, он как минимум выживет. И, возможно, с ним даже ничего и не произойдет. Потому что тут очень толстые стенки, очень толстый задник. У нас грубый толстый поликарбонат. И этот чехол разрабатывался для тех, кто пользуется нежной и недешевой Apple техникой в экстремальных условиях. В каких, как пример, я вам только что привел. На этом мы делаем, наверное, ускорение видео. Пока Сережа чуть-чуть протрет смартфон, и мы будем говорить о стеклах. И таких стеклах у нас три. Два из них от компании Nielkin, одно из них от компании Mocolo, которое мы, любя и нежно называем Mycola. Mycola стоит у нас, условно, 5,5 долларов. Запоминаем. Дальше ориентир у нас, так, XD Plus CP от Nielkin, достаточно проверенный бренд. У меня был далеко не один и чехол, и стекло от этого бренда, я рекомендую. Реально хорошая штука, тоже самое касается и Mycola. Так вот, вот это то, что XD CP Plus у нас стоит 11 баксов. А то, которое у нас 3D, тоже от Nielkin, у нас уже стоит 10. То есть, даже чуть-чуть дешевле получается. Нет, наоборот, получается вот это 10, а вот это вот 11. Интересной особенностью является то, что стекло от компании Mocolo у нас поставляется вот в таком серьезном кейсе. На самом-то деле, я считаю, достаточно интересно выполненным, как книжечка. В комплекте с каждым из стекол у нас есть необходимые аксессуары для установки каждого из этих стекол. То есть, тряпочка, влажная салфеточка, чтобы отполировать экран, а потом стекло поклеить. И теперь, собственно, конкретнее о стеклах. Вот, собственно, вам стекло от компании Mycola. Так, мы наводим резкость. Вроде получилось. И, как вы видите, у нас есть вырез под бровь. Вообще, бренд это достаточно хороший. У меня на iPad стекло от вот этого бренда. У меня, я же не покупал на ее LG смартфон крупный, G Pro 2, кажется, тоже от этого бренда. И олеофобка есть, и выполнена классно. Но мне вот такой вот формат стекол не нравится. Для старых моделей iPhone многие производители делали вырез уже не под бровь, а под кнопку снизу. По-моему, это тоже достаточно тупо. Поэтому я вам как бы просто показать, что такое тоже существует. И теперь мы посмотрим на то, как делать, по-моему, нужно. Пожалуйста, вот вам уже стекла от Nielken. И мы видим, что это стекло будет защищать ваш смартфон полностью. И там, где у нас бровь, у нас просто в одном из стекол более серьезная заливка. Тут его чуть меньше. Но вообще стекло у нас есть везде. Помимо того, невзирая на то, что выглядят они вроде бы как одинаково, то стекло, которое 3D, оно чуть-чуть шире, чем то, которое XD. Разница заключается в том, тут буквально миллиметр или полтора, без прямого сравнения, вы хрен заметите. Но если вы будете ставить себе такой вот, например, чехол, который более серьезно обволакивает по всем осям и направляющим ваш смартфон, то лучше брать то стекло, которое поменьше, это то, которое XD. Потому что чехол, вот это стекло, поддевать не будет точно. Так так как вот это возможно. Если мы говорим про такие чехлы, которые не сильно так вот прям поджимают со всех сторон ваш смартфон, как, например, iMac-овский чехол, то проблем не будет ни с одним из этих стекол. Такие пирожки. И, собственно, интересной особенностью комплектации стекол от Нилкин является то, что тут в коробке, кроме тех же аксессуаров, что я сказал, была даже инструкция. Я не буду ее заново доставать. Я вам прямо вот в этом блистере покажу, что она в том числе еще и на русском. Вы понимаете? То есть тут вам рассказывают, что надо экранчик, вообще-то, ребята, протереть, обезжирить, делать это в каком-то там правильном помещении, лепить стекло и радоваться жене. Так, теперь я опять-таки на ускоре одно из этих стекол установлю на свой смартфон. Собственно, стеклишко наконец-то установлено. Мне понадобилось три попытки. И для того, чтобы не повторять моих ошибок, делайте следующее. Нулевое. Надо зайти в ванну, включить горячую воду и чтобы она там попарила вам хотя бы 2-3 минуты, чтобы пылюка в воздухе осела. Второе. Надо хорошенько протереть не только смартфон, но и стекло, которое вы собираетесь клеить. И желательно хорошенько помыть руки, чтобы на них не было никаких пылинок. Следующий момент. Когда вы устанавливаете стекло и у вас не получается, не надо психовать, вы легко его отклеите. Мне понадобилось три попытки и стекло не поломалось. Вы спокойно, вот даже на вот эту основу было наклеено стекло, вы видели, я его поддирал. Вы поддираете стекло, берете стикеры, вот они в комплекте есть, если вам надо удалить пыль из-под стекла. Убираете пылинки, клеите стекло заново. Мне понадобилось три попытки. Стекляшка выжила, ничего у нее не треснуло, не отвалилось. Стекло просто зашибись. Такое ощущение, что iPhone таким именно из коробки к нам и пришел. То есть все с ним хорошо. Олеофобка, кстати, есть. Смело рекомендую к приобретению. Классное стекло, которое называется Nilkin, которое у нас 3D. Полное название. Nilkin 3D PC Plus Max. Вот. Что еще? Я, скорее всего, себе возьму чехол, который называется Imac Case. Я очень им доволен. Единственное, что меня смущает, я понимаю, что рано или поздно запах OnePlus выветрится. И вот в тот момент я начну пользоваться вторым чехлом, который я себе куплю. Это тот, который Spigen Liquid Air. Потому что его ухватистая текстура явно будет служить очень и очень долго. Еще раз спасибо ребятам и звуке, что предоставили эти аксессуары нам на тест. Спасибо вам, что смотрели этот видос. Что дотерпели. Я надеюсь, чайок и печенька действительно зашли. С вами были Сергей Шихайлов и проект Firm Life. Мне помогали Си-Си-Сяо, Позитивная энергия, Две Ёлки и I am your Dead Morrow's Grandfather. Ссылка на все товары в описании, ссылка на кэшбэк в описании. Тыкаем лайки, делимся этим видео со своими друзьями. Это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.